всех приветствую на моем канале сейчас я вам показываю свою желтую птичку приобретена она практически под зиму в ноябре месяце 21 года пришла хорошим растением решила оставить в том кокосе в котором она вот сейчас вы можете видеть поливала я ее так скажу очень осторожно и аккуратно потому что зима солнечного света недостаточно температуры такие то прохладно то тепло в общем все нестабильно поливала очень осторожно но стала замечать что желтеют листья когда уже ее достала из полки то увидела что у нее гниль пуль пошла в результате чего я вырезала часть бульб пару дней назад получается кусок куска нету но резома все равно единое у растения до сих пор вот с другого ракурса получается вырезала как смогла пока она была в кокосе не вижу совсем там насколько чистый срез это я увижу когда выну из кокоса а на данный момент растение у меня замачивается в растворе физана который я развожу по инструкции это обычно 4 столовая ложка на 4 литра воды у меня соответственно где-то пол литра выкапаю совсем чуть-чуть из расчета что это где-то восьмая часть от 4 литров и соответственно восьмая часть от столовой ложки совсем капельку добавляю буду размачивать смотреть что с корнями и сажать уже привычным для меня способами наращивать корневую уже в новом субстрате надеюсь на то что в скором времени у нее пойдет рост корней и все не так уж и критично я также не только замочу в вот этом физане а также еще и опрыскаю растения раствором физана можно было бы искупать его целиком но я решила опрыскать удалив все плохие бульбы вот вам показываю поближе резому корни состояние корней конечно обычно я всегда достаю из кокоса тут волен каждый принимать решение сам но пресс на свой опыт который чаще всего неудачные в содержании с кокосом я все-таки за то чтобы доставать сразу и вот сейчас уже пройдя очередной опыт с этой вот желтой птичка я понимаю что в зиму оставлять в кокосе было довольно таки опасным вот наступил следующий день я уже как смогла отделила кокос естественно при отделении кокоса корни повреждаются так или иначе какие-то даже пристыли все-таки корзинки не получилось что не оторвались но в целом много живых и хороших корней несмотря на то что она была в кокосе но также были порченные корни особенно вот здесь таились эти корешки плюс ко всему кокос близко к резоме это всегда опасно тем что просто-напросто загниет резом и я все вот здесь вот старенький пропавший пульпу убрала посмотрела срезы вот эти уже сейчас мне стало их лучше лучше видно кокос не мешает срез чистый и здесь и здесь соответственно вот она если бы это было домашнее растение которое у меня уже росло в корее в этом адаптированное было домашнее по им условиям все я бы его разделила вот как вот она у меня здесь бульбы разрезались его разделила вот здесь и посадила в разные горшки но поскольку все-таки это растение из кокоса и ему еще нужно будет адаптироваться наращивать корневую плюс стресс при смене субстрата из кокосов какой-либо другой это всегда стресс но здоровое растение как правило его преодолевает поэтому делите ее не буду посажу как есть потому что силы растения точно понадобится тем более что есть а частичная потеря туркора это наблюдается то есть вчера вот получается замочила ее в физане прям этот кокос хорошо размок и благодаря этому я и пролечила растение и кокос в общем-то напитался и можно было отделить его хоть так от корешков ранее уже отделяла орхидейки из кокоса я знаю что кто-то не отделяет но поверьте мне очень часто случается так что растение отправляется вдруг нежданно-негаданно в мусорку во первых получил ее когда перед зимними месяцами в ноябре месяце и вот стали желтеть бульбы пошла гниль хотя поливала вроде бы совсем минимально ждала новых корней как я уже сказала но их не дождалась а что получила гниль получила поэтому оставлять в кокосе особенно в зимний период это опасно а в летние если у вас высокие температуры преобладают как у нас часто бывает это тоже источник того что растение заболеет и может пойти гниль поэтому мой опыт исключительно такой это конечно же при возможности доставать ну вот хотела дождаться корней растение было здорово и все хорошо но случилась такая ситуация как случилось ранее я как уже сказала у меня был опыт того что я растение цен доставалась к кокосы и адаптировал их под свои условия так например у меня есть растение динар плюхаева она тоже была в какой вот сейчас она у меня вот так растет получал ее в декабре девятнадцатого года вот она мне уже такая много корней имеет тоже росла в кокосе это вот о том примере конечно когда уже прошло время и есть что показать у меня конечно это не единственное растение которое приезжало в кокосе это как правило тайские поставщики но этот такой пример который действительно вот всем примером пример в общем что они адаптируются еще мне есть растик спот она у меня не так давно но тут же спустя время такого долго стояла думала думала и пошла расти сейчас вам ее номера тоже покажу потому что любопытно посмотрю вот у меня стоит дата июнь двадцать первого года как вы видите в горшке корней новых не видно они пошли вот буквально буквально недавно расти а сейчас у нас уже март двадцать второго года буквально вот наверное через месяцев 7 она стала растить корешки вот такие маленькие росты выдала вот сейчас еще одна . у нас проснулась корни пошли расти это уже хорошо кому интересно расти экспорт это гибрид ричарда мюллера и котле и ландатт должен быть красивым но вариации цветения присутствует интернете то есть плюс-минус оттенки могут быть разными плюс ко всему мне вот расти экспорт написано два так что тут вот кусочки лавы у меня немного пеностекла перлита угля перлит у меня здесь крупный такой добавлен пеностекло ну вот какие-то корни которые у растения были вот с остатками кокоса точно так же как и здесь принципе вот они продолжают существовать здесь они не пропали растения хорошо держит туркар в общем потихонечку растет не все так быстро но нужно дать время пусть растения корешки и тогда уже более активный рост пойдет плюс ко всему адаптация она все равно присутствует к вашим условиям к вашей воде поливу и так далее следующие мои действия будут такими я просушу растения и уже потом подготовлю субстрат для посадки найду горшочек подходящий даже не знаю что посадить в обычный или может быть какой-то двойной горшок взять я думаю что ситуация должна нормализоваться все-таки кокос это враг для котлей точно зимой наверняка и я знаю случай когда люди получали растения сажали в кокос сажали с тем кокосом в котором пришло в новый горшок обсыпали корой а потом растение пропадало через зиме есть как положительные моменты у кого-то благополучно начинать наращивать корневую в кору ну потом уже непосредственно при пересадке до растения адаптировалась отделяют этот кокос но есть и случаев немало когда растение ни с того ни сего пропадает так для посадки возьму вот такой горшок ниже стандартных горшков но он пошире в диаметре он хорошо подойдет не как раз по размеру ширины вот самой резумы так под основание пенопласт и также еще вот здесь не новко пенопласта я применю ну как то так в принципе корни у нас живые есть сейчас мы примиримся сажать буду я не к стенке горшка потому что все таки она растет двух направлениях как не в трех и в общем назад нет смысла будем сажать по центру обсыпем все это дело субстрата у меня тут остался субстратов каких-то посадок свежий субстрат конечно просто имею ввиду что я наводила его здесь у меня еще есть в общем уголек перлит немножко кара здесь такая средней фракции не маленькая но не очень крупная и не совсем уж мелкая тут тоже важно уголек и половину горшка я заполню все таки или так найти на половину а наверно треть горшочка займет субстрат виде мха от ли и которые ну либо лишены корней либо меняют в корню субстрат так как например они из кокоса кочуют новый субстрат я люблю сажать именно таким образом чтобы верхняя часть горшка или вообще полностью весь горшок был сам хом смотрите примерно вот столько у нас субстратом можно было бы меньше субстрата но в принципе сколько у меня есть столько и будет держалась стояла здесь будет пенопласт здесь занятость резоны корни там пока не предвидится поэтому вот так все остальное заполняю мхом с перлитом вот так у меня по факту получилось конечно здесь не треть горшка можно было сделать побольше ну ладно как уж запомнила все равно достаточно количество мха для того чтобы дать питание тем верхним корням которые живые у данного экземпляр чекам но в последующем они а также этот мог будет способствовать выманивание новых корешков от новых ростов в общем вот так первые дни как правило здесь конечно есть корни но все равно я могу так вот опрыскивать и поскольку маха здесь слой приличный в принципе питания влаги хватает при этом не закисает субстрат там не идет плесень не гниют корни потому что так или иначе при любой пересадки растение стрессует даже при перевалке случается так что корешки сгнивает вот как так они чуют но что их все-таки потревожили демью до орхидеи не любят они пересадки естественно при перевалке корни могут подгнивать а уж при пересадке тем более в общем такой субстрат конечно это содержание не в кокосе уже она для меня вот такое содержание безопасное я контролирую полив в общем такая посадка для меня самая удачная на данный момент времени для большинства моих орхидей все-таки глина не моем не для моих условий и мне есть экземпляр который нужно пересадить но об этом чуть позднее я всех вас благодарю за внимание всего вам доброго пока пока